Ты должен быть готов к такому удару, что в мире ММА говорили после боя Харитонов Митрион. 16 февраля 2019 года, 19.23 Полина Стаменкович, американский боец ММА Мэтт Митрион, непреднамеренно нанес травму Паха Александру Харитонову в бою. Бэлэйта, уверен экс-чемпион организации Александр Шлеменко. По его словам, подобные инциденты часто происходят в смешанных единоборствах. В свою очередь, экс-боец. UFC Олег Токтаров считает, что россиянин не был готов к удару. В команде Харитонова сообщили, что боец уже выписался из больницы. Поединок Бэлэйта ММА В тяжелом весе между Сергеем Харитоновым и Мэттом Митрионом привлек к себе большое внимание со стороны спортивной общественности из-за инцидента, в результате которого россиянин получил серьезную травму Паха и был доставлен в больницу. Собравшиеся на арене в американском Анкасвилле зрители не только не сумели насладиться обещанным шоу, но и не получили ответ, кто же станет новым соперником Райана Бейдера. В связи с этим президент промоушена Скотт Кокер был вынужден принести извинения поклонникам смешанных единоборств. Со мной такое в первый раз. Прошу прощения у всех, написал функционер на своей странице в. Собака Шачокер, 16 февраля 2019 года. Большинство экспертов не стали обвинять Митриона в произошедшем и положительно оценили решение рефери Леона Робертса объявить поединок несостоявшимся вместо присуждения победы Харитонову. Многие из них сошлись во мнении, что боец нанес травму непреднамеренно. Так, по словам экс-чемпиона Белэйтер ММА, в среднем весе Александра Шлеменко, было бы несправедливо обвинять американца в том, что он рассчитывал сорвать встречу. Они оба бескомпромиссные бойцы и никогда не отсиживаются в обороне, не избегают поединка. Обычно бьют во внутреннюю часть голени, и часто бывает, что попадаешь выше. Но потом следует непродолжительная остановка и встреча продолжался, цитирует спортсмен Ария Новости. Кроме того, он пояснил, что подобные инциденты не редкость в смешанных единоборствах. Каждый боец может сталкиваться с ними несколько раз на протяжении курьеры. Это очень распространенная ситуация. Я сам, к сожалению, такой удар наносил своим соперникам. Не специально, конечно. Но на моей памяти был только один случай, когда спортсмен не мог продолжать бой, тоже, кстати, на турнире. Бэлэйта. Добавил Шлеменко в разговоре с Спорт 24. Также по теме. Даже не мог ничего сказать в октагоне. Харитонов был госпитализирован. После удара в пах от Дмитриона в американском Анкосвилле завершился турнир. Бэлэйта. 215. В главном поединке вечера встречались бойцы тяжелого веса Сергей Харитонов и... Подобной точки зрения придерживается и глава российской промоутерской компании. Fight Nights Global. Камил Гаджиев. Я думаю, все понимают, и Серега Харитонов тоже, что этот удар – случайность. Мэтт не будет бить специально, чтобы бой был признан несостоявшимся. Наверное, он хотел выиграть, они же готовились к этому, но что поделаешь, считает он. Были и те, кто обвинил Харитонова в бездействии в октагоне. По мнению экс-бойца UFC Олега Тактарова, россиянину зачастую не хватает характера в поединках с такими соперниками, как Мэттрион. Представьте, ты боец, вышел сражаться. Наносит тебе удар, ты же должен быть готов. Я раньше счеты даже не ставил, это помогало концентрироваться на 100%. Да я бы отломал ногу, летящую в пах, если бы она специально туда летела, поделился своим мнением Тактаров в видео, опубликованном на его странице в Instagram. В свою очередь, Гаджиев отметил, что современный инвентарь позволяет избежать серьезных травм во время поединков, в связи с чем российскому бойцу стоило переждать положенное по правилам время, а не прекращать встречу. Я Харитонова осуждаю. Мне тоже попадали в пах. Да, не такие, конечно, дядьки, как Мэттрион, но раньше и защита была послабее. Ничего, пять минут повалялся, и вперед. А люди, которые любят ММА, конечно, хотели бой посмотреть. Но я не могу его винить, просто получается, что карма у Сергея так себе. Если бы бой продолжался, то у них в целом были равные шансы. Дмитрион был немного предпочтительнее, помоложе все таки. Это два нокаутера, встреча бы точно закончилась раньше трех раундов, добавил промоутер. Многие иностранные коллеги Харитонова и Митриона также не остались в стороне от произошедшего Ванькасвили. Они выразили разочарование в связи с тем, что поединок закончился так рано, и желали россиянину скорейшего выздоровления. Я, конечно, не знаю, но тот удар в пах выглядел достаточно серьезно. Не очень хорошо для главного боя. Бэлэйч Рэмэмэй. Написал американец Курт Халаба. Как позже стало известно, травма Харитонова носит менее серьезный характер, чем предполагалось изначально. Представитель команды россиянина рассказал, что боец прошел все необходимые обследования и уже отправился домой. Сергею сделали УЗИ. Диагностирована гематома, ничего страшного. Сейчас он вернулся из больницы, но пока ему трудно передвигаться, приводят его слова ТАСС. Эту информацию подтвердил тренер бойца Руслан Кривуша. Однако он добавил, что спортсмен по-прежнему нуждается в медицинской помощи, а лечение будет назначено после дополнительных проверок. Также по теме. Окончание карьеры, совет Нурмагомедову и поведение Магригора, о чем говорил Емельяненко перед финалом Гран-при. Белэйте. Российский боец Федор Емельяненко собирается сделать небольшую паузу в выступлениях после окончания поединка с Рояном Бейдером и «Сейчас немного легче после четверной дозы обезболивающего. Дома нужно будет проводить еще обследование», – заключил специалист. Ранее Харитонов отметил, что был разочарован произошедшим, однако соперника он не винит. В свою очередь, Кривуша заявил, что россиянин с нетерпением будет ждать своего выздоровления, чтобы вернуться в октагон и вновь встретиться с Метрионом. При этом, несмотря на положительные результаты первичного обследования, свои опасения по поводу состояния коллеги выразил боец Маэдуард Вартанян. По его словам, подобная травма вряд ли обойдется без последствий. «Это жесткий удар, я был очень расстроен. Желаю здоровья Сергею. Мне кажется, вряд ли все закончится хорошо, к сожалению. Такую травму я уже видел. Там, правда, был удар с колена, а не с ноги, и разорвалась ракушка. Но через 2-3 недели все нормально, потом только психологически боишься», – заключил Вартанян.